Привет, коллеги! Не так давно на рынке появилась одна платформа, которая прочит стать прям полноценным аналогом Zoom, поэтому сегодня я хочу немножко про нее рассказать, про то, как задавать настройки своей комнаты, как делиться ссылкой и про то, что может происходить внутри комнаты, когда вы уже запустили свою конференцию. Итак, мы с вами находимся на главной странице платформы Butter. Как вы видите, это тоже английская платформа, это не русскоязычная, app butter.us. И, как вы видите, в отличие от Zoom, здесь есть только один способ авторизоваться, вернее, два способа авторизоваться. Это либо через аккаунт Google, либо задав имейл и пароль. То есть достаточно мало возможностей синхронизировать с другими аккаунтами, только с Google аккаунтом. Поскольку я здесь уже зарегистрированная, я захожу под своим Google аккаунтом. Как вы видите, он, соответственно, дает возможность выбрать, под каким аккаунтом вы будете заходить и, соответственно, синхронизироваться именно с этим Google календарем. Мы зашли на платформу. На текущий момент что я вижу? Я вижу основную плашку, которая позволяет выйти на главный экран. Я вижу свой личный кабинет, в котором я могу посмотреть тариф. Я могу посмотреть, насколько заполнен мой профиль. И, как вы видите, он заполнен сейчас на 60%. Оставить обратную связь. И, соответственно, я могу видеть свои комнаты, которые я создала, и комнаты, к которым меня пригласили. Ну, поскольку меня пока еще никто не приглашал, я здесь никого не вижу. Итак, мои комнаты. Как вы видите, я уже какую-то комнату создала. Я назвала ее так, как назван мой аккаунт в Чинниковый БИС. И, как вы видите, я могу создавать дополнительные комнаты в неограниченном количестве. Это аналог конференции Zoom. То есть каждая комната – это отдельная ссылка, по которой вы можете приглашать участников. Что у нас есть в этой ссылке? Сейчас расскажу про основной базовый тариф. Информация находится во вкладке «Настройки». Как вы видите, у меня есть мой основной аккаунт. Я могу задать названия, которые будут видеть участники при получении моей ссылки. То есть у вас оно здесь будет произвольное. Я здесь уже отредактировала и создала свое имя. И, соответственно, ссылка на любую мою комнату будет содержать в себе Овчинниковый БИС. У меня базовый тариф. Как вы видите, он бесплатный. И, соответственно, что я могу на бесплатном тарифе? Давайте посмотрим. На бесплатном тарифе я могу до 50 человек приглашать в свою конференцию. Я могу выбрать одного соорганизатора, только одного. Я могу выбрать платформы, которые будут интегрироваться. И на минуточку здесь та же самая история, которая недавно появилась у Zoom. Например, возможность интегрироваться с мира, с бесконечной доской мира. И, соответственно, по количеству времени мои сессии не ограничены. То есть если у Zoom бесплатная сессия 40 минут, то здесь неограниченная по времени сессия до 50 человек. Идем назад. Что здесь есть еще? Здесь минимальная такая история с настройками. Как вы видите, весь интерфейс англоязычный. Но я уверена, что либо экранный переводчик, либо мое видео позволят вам быстро разобраться в этом интерфейсе. Итак, посмотрим, как можно настроить комнату, то есть ссылку, в которую вы хотите приглашать людей. Вот здесь мне очень понравилась эта история с предварительными настройками, потому что они значительно шире с точки зрения привлечения пользователей, чем у Zoom. Итак, настройки моей комнаты содержат, как вы видите, аж шесть разных разделов. То есть вот здесь, в левой части, это разделы, в которых я могу задать настройки для каждой своей комнаты. Не для всех, а для каждой. Итак, Waiting Room, то есть это зал ожидания, в котором будут находиться участники до момента, пока вы не нажмете кнопку Start Session. То есть до того момента, пока вы не начнете свою конференцию, ваши участники будут находиться в некой комнате, которую вы можете оформить. Теперь смотрим, как мы можем оформить эту комнату. Я могу, и как вы видите, я это сделала, задать обложку для сессионного зала и задать музыку, музыкальное сопровождение, которое будет звучать, когда мои участники зайдут в комнату. При этом, что я еще могу сделать? Видите, cover photo, music. Что я еще могу сделать? Я могу задать цвет фона, который будет у моих участников. И вот здесь есть две настройки, которые, на мой взгляд, тоже являются полезными, чтобы участники понимали, что скоро начнется, например, сессия, к которой они присоединяются. Show agenda in waiting room. Что это значит? Когда мы с вами дойдем до настроек адженды, вы увидите, что можно задать в настройках мероприятия его повестку и указать по времени, сколько будет длиться каждый блок. И вот уже в зале ожидания я могу вывесить повестку всей встречи. Соответственно, если я убираю этот значок, участники конкретно этой комнаты, получив ссылку, в зале ожидания не будут видеть адженду. Мне это надо, поэтому я ее включаю. Что еще? Запрос на присоединение. Соответственно, если я хочу, чтобы участники могли отправлять мне запрос на присоединение к комнате, но, предположим, кто-то зашел сильно заранее, минут за 10, и они хотят присоединиться, я могу допустить таких людей, если они направили мне запрос на присоединение, если я задала вот эту настройку. Итак, waiting room – это зал ожидания, в который попадают участники, получившие ссылку на мероприятие, когда вы еще не нажали кнопку start session. Что еще я могу задать для каждой своей ссылки? Я могу задать основного фасилитатора, основного ведущего, который будет управлять этой комнатой и управлять всеми участниками, и я могу задать в бесплатном тарифе одного со-фасилитатора в бесплатном плане. То есть у него будут те же самые права, что и у меня внутри конференции. И, соответственно, как вы видите, здесь же находится ссылка, которую я могу сгенерировать для со-фасилитатора и отправить только одному человеку. Дальше – адженда, повестка. Как вы видите, я могу в повестке задать темы, которые будут проходить участники, и задать время. То есть добавить блок, назвать блок и указать количество времени, которое и сохранить, которые будут проходить участники. То есть смотрим, что у нас получается. Общее по времени, суммарное время встречи – 1 час 45 минут. Мы видим, что за эти час 45, что пройдут участники. Особенности обучения взрослых – полчаса, цикл Дэвида Колова – 15 минут. Принцип 10-20-70 в развитии сотрудников – 15 минут. Зоны ближайшего развития – 4 области, в которых я могу ставить задачи сотрудникам – 30 минут. И завершение модуля – 15 минут. То есть вот это все увидят мои участники в момент, когда зайдут в зал ожидания, потому что мы выставили такую настройку. Более того, я могу очистить адженду. И эта же адженда, дальше в следующем видео вы увидите, есть внутри самого мероприятия. То есть вы всегда можете ее отредактировать прямо по ходу, если понимаете, что где-то не укладываетесь во времени, где-то идете быстрее, где-то медленнее, или появилась потребность в дополнительных темах. То есть эта адженда не навсегда. Вы всегда сможете ее отредактировать. Дальше. Таймеры. В моем мероприятии не было потребности заранее устанавливать какие-то таймеры. При этом вы всегда можете уже здесь их задать. Но, предположим, вы хотите сделать мероприятие, внутри которого будут небольшие перерывы. И тогда я здесь задаю 10 минут. И могу задать описание для конкретного таймера. И когда придет время перерыва, я просто задам этот таймер, он сразу начнет работать, он также стартанет. И, как вы видите, что еще есть в таймерах? Таймеры также могут быть задуманы под какие-то задания или упражнения, которые вы даете участникам. Потому что, как вы видите, можно задать время. Как вы видите, можно задать описание или короткую инструкцию к этому заданию. И есть такая кнопочка замечательная. Она называется «Использовать кнопку I'm done». То есть, когда у вас участники закончили задание раньше заданного в таймеры времени, в случае включения этой настройки они смогут подать вам сигнал о том, что они закончили, о том, что они завершили свое задание раньше времени. Ну и, соответственно, вы можете такие плюшечки задать музыкальное сопровождение и цветовой фон для конкретного таймера, для конкретного задания. Итак, еще раз. Что такое таймеры? Таймеры – это конкретные промежутки времени, которые вы задаете уже заранее в предварительных настройках, если вам это необходимо, в которых вы можете задать длительность, описание, задать настройку кнопки «Мы завершили» и задать музыкальное и цветовое сопровождение. Но поскольку мне таймеры не нужны, я отменяю. Что еще я могу предварительно задать в своей конференции? Я могу задать некие голосования. Какие голосования, какие опросы, другими словами, я могу здесь использовать? Я могу использовать опросы с множественным выбором или опросы с открытым ответом. И, соответственно, какие-то из своих опросов я могу задать как шаблоны, как вы видите, использовать сохраненные голосовалки. То есть если у меня есть мероприятие «Я» и я всегда собираю, например, в начале какие-то ожидания, в этом случае я выбираю опрос с открытым ответом. Я прописываю инструкцию. И, как вы видите, что делает Баттер? Он сразу показывает, как будет выглядеть ваш опрос. Итак, я выбрала опрос с открытым ответом. Я задала описание. И вот здесь будет возможность у участника ответить. Как вы видите, это первая вкладка. Это вкладка, в которой сам текст. Теперь настройки. Будет ли у меня ограничение по времени для этого опроса? Ну, предположим, это три минуты. Если нет, значит нет. И видите, сразу же появляется таймер. И две настройки. Может ли фасилитатор, ведущий, то есть организатор, сам отвечать на этот опрос? Или опрос будет анонимным? То есть если я хочу, чтобы не было видно ответов, если я хочу, чтобы у меня усредненные ответы приходили, и мы не видели авторов, я ставлю галочку «Анонимные ответы». Но при этом они у меня будут появляться. Знаете, есть такой сервис «Ментиметр». И вот когда я провожу в «Ментиметре» через открытые ответы опрос, он выглядит ровно таким же образом. Соответственно, мне не нужно, чтобы это было анонимно, поэтому будут подписаны. Итак, в опросах я могу задать опрос двух видов – с множественным выбором или с открытым ответом. В любом случае, при выборе опроса у меня будет две вкладки для настроек. Вкладка «Контент», то есть то, что увидят участники на экране, и вы сразу предварительным просмотром сможете увидеть, как это будет выглядеть на экране участников. И, соответственно, настройки коротенькие для этого опроса. Давайте посмотрим, как выглядит настройка опроса с множественным выбором. Как вы видите, также есть вкладка «Контент», есть вкладка «Настройки». Есть возможность записать какой-то вопрос, задать варианты ответов, добавить несколько вариантов ответов. И, как вы видите, до 10 вариантов я могу добавить. И, соответственно, я могу задать настройку «Квиз мод». Что это значит? Это значит, что будет учитываться скорость ответов ваших респондентов. То есть вот таким образом это будет настроено. И точно так же, как и в предыдущем, я могу настроить время для прохождения этого опроса. Как вы видите, здесь только один вариант вопроса. То есть я не могу несколько вопросов задать в «Пулс». Я могу сделать несколько «Пулс», то есть несколько опросов с одним вопросом. И здесь смотрите, что у нас было. У нас была возможность в открытых ответах дать возможность фасилитатуру отвечать и дать возможность отвечать анонимно. И здесь во множественном выборе добавляется еще один вариант настройки. Итак, предварительные настройки. Мы с вами рассмотрели пять вариантов. Что есть еще? Есть еще так называемый «Брейкаутс». «Брейкаутс» — это комнаты. Это аналог сессионных залов в Zoom, если вы ими пользовались. Я могу предварительно, так же, как в Zoom, задать сессионные залы, комнаты, в которые я смогу участников распределить. Это не значит, что когда они зайдут по ссылке, они сразу же попадут в эти комнаты. Нет. Это значит, что у вас будет предварительно настроенная комната или комнаты для вашего мероприятия. То есть вам не придется в процессе мероприятия, как это мы делаем в Zoom, по ходу настраивать что-то, если у вас несколько разных заданий с разным количеством людей в группе, например, с разной длительностью и так далее. Вы можете сделать это заранее. То есть создать сразу все необходимые комнаты для заданий. И когда начнется ваша конференция, в этом случае вы просто выбираете нужную комнату с нужными вам настройками. Здесь все достаточно понятно. То есть смотрим, что мы можем здесь настроить. Мы можем, как вы видите, я уже для задания 1 создала настройку. Что я могу здесь сделать? Я могу задать название рабочей комнаты. Я могу задать минимальное количество участников в группе, по которому система поймет, как распределять людей в группы. Я могу задать имена группам. И как вы видите, здесь есть такие достаточно распространенные категории. Обычные имена, товары, фрукты, покемоны, животные, цвета и так далее. То есть группы могут называть себя, например, цветами или названиями покемонов. И, соответственно, длительность. Что я еще могу здесь сделать? И это классная история. Мне это очень понравилось. То есть мы были с вами в настройках самой комнаты рабочей. Есть задачи. То есть я могу для каждой команды описать задание. И в этом случае участники будут видеть это задание в своих комнатах. Обратите внимание, что, например, в зоме такой возможности нет. Там как-то каждый по-своему находил возможности дать участникам задание. Кто-то отправлял картинку в чат, кто-то заранее показывал слайд, на котором была написана инструкция, потом дублировал, заходил в каждую комнату эту инструкцию и так далее. Что здесь можно сделать? Здесь реально участники видят свое задание, и они будут видеть его внутри комнаты. Соответственно, я могу таск 1, например, задание группы 1, прописать инструкцию, и задание группы 2. Все, у меня участники в этот момент понимают, мы группа 1, ага, мы делаем вот это, мы группа 2, мы делаем вот это. То есть это классная возможность для объединения участников группы. И еще одна классная возможность, которую я обязательно вам расскажу, это Tools. Возможности, которые вы можете дать участникам, которые пошли в комнаты. Как вы видите, вы можете дать участникам использовать доску мира. При этом помните, пожалуйста, что если вы хотите, чтобы участники внутри комнаты работали в мира, это значит, что предварительно нужно предупредить их о том, что а, должен быть аккаунт в мира, и б, они должны заходить, но, естественно, все-таки с ПК, а не с мобильных устройств, иначе им придется перескакивать между вкладками. Это не очень удобно. Помните, заботитесь о тех людях, которые будут участвовать. Если они привыкшие к тому, чтобы пользоваться параллельно несколькими приложениями, окей. Если нет, лучше этими игрушками не злоупотреблять. Что еще могу сделать? Я могу в качестве tools дать возможность использовать Google Drive, то есть Google Диск. Предположим, мне нужно, чтобы участники посмотрели видеоролик какой-то или изучили какой-то документ или шаблон, расположенный на Google Диске. В этом случае я в качестве tool выбираю Google Drive и, соответственно, даю возможность участникам присоединиться к пространству, в котором их будет ждать задания, какие-то шаблоны, какие-то документы, которые они будут изучать. Что еще могу дать как возможность? Как вы видите, я могу дать ссылку на ролик в YouTube. Предположим, я даю участникам задание посмотреть видеоролик и в соответствии с изученным инструментом, например, дать по нему обратную связь какую-то. Этапы продаж. Какие этапы продаж пропустил продавец, например, в этом ролике. И, соответственно, что мне тоже понравилось, я могу дать доступ, дать возможность к флипчарту. Это встроенный флипчарт в Баддер. Это очень простой, очень-очень простой аналог белой доски, где у меня есть возможность рисовать, оставлять текстовые блоки, менять цветовые цветом надписи. То есть простейший-простейший. Кто пользовался Microsoft Teams, вот примерно такого уровня, как Microsoft белая доска. То есть нет каких-то стикеров, как это есть, например, или фигур, как это есть в Zoom, на дыске сообщений. Но, как минимум, какие-то простейшие вещи, то есть написать текстом или нарисовать что-то, участники смогут поменять цвет. Итак, мы с вами находились в настройках комнаты, предварительных настройках комнаты, в которую будут попадать участники. Здесь я могу задать настройки основные по количеству участников, времени проведения, форматом названий группы. Здесь я могу написать инструкцию каждой группе к заданию. И здесь я могу выдать дополнительный ресурс группе в виде ссылки на доску мира, в виде ссылки на Google пространство, внутри которого будет содержаться что-то, что нужно будет участникам для выполнения задания, в виде ссылки на белую доску, где участники совместно что-то будут генерировать, или в виде ссылки на YouTube. Напомню, что мы с вами находились в настройках комнат. И я могу для своего мероприятия задать необходимое количество комнат, сразу же прописать в них инструкции к заданиям, сразу же обозначить настройки для того, чтобы во время проведения моей конференции мне было удобнее управлять моими участниками и не приходилось отвлекаться на настройки и какие-то дополнительные технические вещи. Я считаю, что это очень большой плюс для Баттер. Какой минус вижу? Все-таки англоязычный интерфейс. Не всем привычно, но, как вы видите, достаточно просто. Все. То есть у меня сейчас, по сути, настроена комната. Что я могу сделать? Я могу начать сессию. Но об этом в следующем уроке. Продолжение следует...